Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon, да, с новой версией. И в принципе, как я говорил в прошлом эпизоде, я наверное все таки соберусь и просто-напросто перееду в куда-то новый дом, куда-то на другую территорию, чтобы изучать как бы новые территории, чтобы было немножко хоть какое-то разнообразие между первым и вторым сезоном. Да, ну в принципе, как я и говорил, можно начать все заново, то бишь, создать новый мир и просто-напросто начать все... О, еще один такой покемон, ну у нас такой уже у нас есть. И в принципе да, можно просто все начать заново, создать новый... Ой, не-не-не-не-не, ну че ты нападаешь, ну не надо, не надо, не надо, сейчас ты всех убьешь. Хотя... Сейчас я что-то попробую. Ну мне кажется, ну да, мне правильно кажется. А эта жирафа достаточно такая сильная, как я заметил. Ну хотя вот этого 41 уровня она... С двух ударов убила, нифига себе критикал. Отлично, жирафа, она вроде эволюции даже не имеет, ну как вы заметили, она действительно очень сильная. И о чем я говорил, вот. Действительно, можно просто-напросто взять, создать новый мир, просто-напросто начать ловить всех покемонов заново, начать там строить дом заново, начать просто-напросто ловить покемонов заново, да. Ну я не думаю, что это будет какой-то огромный смысл, но просто, ну смотрите, ну... Сейчас у нас уже есть, то бишь, где-то 50 покемонов. Вот, эти все, что мы словили в первом сезоне. Вот эти все-все-все покемоны. Вот эти все-все-все покемоны. Конечно, с этих всех покемонов где-то половина еще, конечно, не прокачаны. Ну, половина нет, ну, где-то меньше. Ну, вот, например, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот не прокачанный, что я выделяю. Вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот вроде еще не прокачанный. Так что, в принципе, у нас есть еще задача прокачать тех покемонов, которых мы словили в предыдущем сезоне Как бы прокачать их до последней их эволюции И плюс к тому, еще просто-напросто начать сейчас ловить новых покемонов, которые вышли с новым обновлением И их тоже качать Так что, как я говорил, мы как бы все начнем заново То бишь, будем ловить тех покемонов, которых у нас есть Но в то же время мы не будем начинать заново Те все покемоны, которые у меня с первого сезона Я их кладу в компьютер Переезжаю далеко от нашего дома Создаю новый дом Буду выращивать опять апреконы Буду их сажать, буду делать покеболы И как бы... И... ну как это можно сказать? Как бы можно сказать, будем все начинать заново Но в то же время не заново Те покемоны, что с первого сезона Они у нас останутся и будут Стоять в компьютере И мы поменяем место проживания Чтобы было разнообразие Плюс к тому Плюс к тому Мы не будем использовать почти что тех покемонов Нифига себе какой ты сильный Мы не будем использовать тех покемонов с предыдущего сезона Мы просто-напросто начнем ловить новых И прокачивать старых До последней их эволюции И да, в общем, вот что я хочу сказать Отлично, наша Чикарита эволюционирует Вот Чикарита из эволюнг Да-да-да, давай Думаю, будешь какой-то красивый покемон В принципе, сейчас посмотрим Ну Ну, я хочу тебя видеть Ух ты Красавица какая, да Бейбейлиф как-то называется Действительно красивый покемон, согласитесь Красивый, красивый Действительно красивый И вот что я хочу сказать Еще раз повторюсь Просто чтобы Сказать то, что я хочу Мы не будем начинать сезон заново Так как Я не вижу смысла ловить тех всех покемонов Которые у нас уже есть заново Так как Это еще очень много времени займет Ловить вот тех всех покемонов заново Так что Мы просто-напросто тех покемонов Которые у нас есть Поставим в компьютер И просто-напросто переедем В новый дом Переедем как бы в другую локацию На другую территорию Создадим новый дом И просто будем ловить тех покемонов Которых у нас уже Которых у нас еще нету И это будет как бы новый сезон И да Так И кстати вот что я хотел сказать Я Вне Сирии Ну как бы Недавно вот так просто-напросто Походил немножко Вот В шахту зашел там Хотел увидеть Может фосил найду И нашел 4 алмаза Ну я думаю вы мне поверите Это так как я не вижу смысла Заходить То же самое 4 Так как я играю нормально Но Зачем мне заходить В креативный режим Брать 4 алмаза И просто вам говорить Что я их нашел Так у меня в этом сундуке Еще 26 алмазов А я их даже не использую Это действительно Алмазы я просто зашел Ну просто так гулял по миру И Решил зайти И посмотреть В шахту Может действительно Что-то бы нашел И вот нашел 4 алмаза Так Сейчас Сейчас дорогие друзья Что все-таки идем Ловить В смысле Искать Новое место Для проживания А ну Ну давай 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 Сейчас мы Прокачаем еще Ух ты Прокачаем еще Немножко наших покемонов А Убили нашу жирафку Жирафка действительно Очень сильная Она мне нравится А вот этот Пока что Не очень сильный Хотя 23 уровень Против 23 Против 33 Есть конечно Чуть-чуть разницы Да И так Да Сейчас 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 Вот что я сделаю Я Открою Вот это Чтобы телепортнуться Еще раз хочу отметить Смотрите Какой красивый Пикачу Действительно Он очень сильно Проработанный Действительно Просто кажется Очень-очень Как бы Похожий на тот Что Как бы настоящий Пикачу Из мультика Итак Так Ух Нифига себе У вас там Тусовка Обезьян Много вас тут Так Опять Музыка тут Итак Все Я думаю Вот так Как же я сказал Как я сказал Телепортируемся Ну На Вейпоинт Который у нас есть Сейчас посмотрим Большое Большое Расстояние От нашего Дома Где наш дом Где-то там Да Но его Пока что Не показывают Уй-ю-ю Чуть не удалил Че Че вообще Хотел Опшен Вот Да 3000 Километров Это достаточно Далеко От нашего Дома Даже Не достаточно А достаточно Достаточно Далеко От нашего Дома Ух ты У нас даже Еды нету Вот что я Только сейчас Заметил У нас 5 картошечек Осталось 4 даже И плюс к тому У нас 7 покеболов Осталось Ультраболов Так что Нужно будет Идти Делать новый Еще один Магмар Да сколько Вас тут Когда Я уже Тебя словил Я не знаю Не убью я его Не убью Никак Я его не убью Я же У меня же Жирафа Мертвая Ааа Че я опять Делаю Ааа Я его не убью Не убью Не убью Не убью Фиговенько Хотя 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 Не убью Ладно Ой Там Так 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 В какую сторону Нам идти Кстати Вот что я хотел бы Нужно все таки Было наверное На Черезарда Взять Так как Черезард Это Черезард На нем можно полетать И далеко Так улететь Хотя Я не знаю Я же говорил Что я не буду Использовать Покемонов С первого Сезона Но это как бы Использование Что тут такого Это не чип Эти покемоны У нас есть И как бы Чтобы иногда Поиспользовать Действительно пригодятся Тот же Черезард Полетать Тот же Мью Иногда Просто Прокачать Наших Покемонов Тот же Кабут Обс Наш Покемон Ну какой Магикарп Тоже Проработанный Смотрите Действительно Кажется Как настоящая Рэба Уже Не Квадратный А уже Как бы Более Такой Круглый Ну в смысле Как Рэба Не круглый А Как Рэба Да Так 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 Куда нам Сейчас Идти Это Что там За покемоны Это А ну Это Милтант Конечно Кто же Еще Я Че 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 Давайте Наверное Вот тут Поставим Вейпоинт Слетаем Быстренько Домой Наверное Возьмем Черезарда Сначала Выспимся Так 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 Как Все покемоны У нас Мертвые Кстати Я вот Сейчас Смотрю Нет ли В воде Того же Покемона Дратини Дратини Так Как Если Первая Его эволюция То С него Падают Алмазы Я думаю Домой То Будет Очень Сложно Так Каждый раз Нужно будет Бегать Домой А так Иногда Гуляешь Нашел Там Букет Центр И в принципе В принципе Просто Зашел Увеличил Своих Покемонов Только Спавнятся Они Конечно Вот Так Немножко Странно Фиг его Знаешь Где тут Вход Где тут Выход Вот Тут Вход Да Я тут Уже Немножко Его Помню Расчистил Так Как Этот Уже Покет Центр Находил Да Фух Ну че Лечим Наши Покемона А Кстати Нам тогда И домой Не нужно Ити Я же Прямо Тут Могу С компьютера Взять Покемонов Отлично Это Продумали Берем Через Арда Итак В какую Сторону Нам Вообще Лететь А кстати Не продумали Тут В Покет Центре Например Туже Кровать Сделать Или Это Такое Место Для Отдыха А не Для Спать Нет Тут Только Трейд Машины В подвале В принципе И так Очень Красиво Да Тут Даже Свой Дом Может Сделать Такой Уже Красивый Какой Дом Вот Например Это У нас Будут Лечить Для Покемонов Тут У нас Компьютеры В подвале У нас Строит Машины А А вот Тут Например Уберем Вот Этот Уголок Где Можно Сидеть И Просто Поставим Пару Сундуков Печку И Верстак И Кровать И Все И дом Готовый Можно Сказать Можем Тут Жить Но Это Будет Очень Легко Я Думаю Что Можно Сделать Свой Дом Да Черезард Вообще Красавец Какой Да На нем Так Летать И Нельзя Как В принципе И Было Что Нужно Нихрена Себе Как он Красиво Летает Смотрите Даже Показывает Что Он Действительно Летает Смотрите Ты Че Зуба Рухнул Это Че Это Че Вообще Такое Было То Бишь Я Не Могу Спускаться На Черезар Ди Вниз Че За Че За Черезар Ты Я Из-за Тебя Два Раза Умер Черезар Ты Че Ты Немножко Был Багнут В одном Смесле Сейчас Стал Багнут В другом Смесле Вы Вообще То Да Видели Че Это Такое Было Да Черезар Какой Это Не Черезар Это Какая Это Машина Для Убийств Новая Да Ничего Он Не Забыл А Там Еще Вроде Что То Валяется Да Или Все Таки Что То Забыл Или Нет О Кстати Хорошо Что Раркенди Нашел У нас Еще Вроде 41 Штука То Бишь Мы Можем Еще Нихиль Так Прокачать Наши Покемона Да Черезар Ты конечно Что Капут Вроде Как тебя Отлично Проработали Что Вот Смотрите Как он Красиво Летает Но То Что Он Убивает Это Как-то Не Очень Знаете Хотя Ну В принципе Это Такое Дело Тогда Ой Да Че Ты Немножко И так И так И так Глючит Он Чуть Чуть Когда На нем Летаешь Ну Это Красиво Действительно Очень Красиво Сделали Как он Летает Так Не 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 Через Арт Не Падай Воду Не Падай Не Говорю Не Падай Воду Он Падает Воду Ну Да В принципе Могу Я Ему Говорить Да Че Попутешествуем Немножко Да Немножко Конечно Глючит Так как Мир Просто На Просто Грузится На Глазах И Глючит Немножко Вот Это Через А Даже Немножко Все Короче Отзываем На Его Все Отлично Сейчас Поднимаемся Ой Глючит 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 Ух ты Че тут Затусовка Опять Каких-то Покемонов Куча 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 Всяких Покемонов Как я Заметил Сейчас Мы Че-то Поищем Может В принципе Найдем Каких-то Покемонов Которых У нас Нету Хотя Мне почему-то Кажется Что Все Все Покемоны Которые Тут Есть У нас Уже Тоже Есть В принципе Вот этот же Кинглер Че Я могу Сделать А могу Я Прокачать Наших Покемонов С помощью Нашего Чаризарда Конечно Этот Кингер Кингер Тоже Достаточно Такий Сильный Еще Сейчас Убьет Нашего Чаризарда Хотя Я думаю Что Нет Да Не убили Не убил В смысле Так Отлично Отлично Прокачали Наших Покемонов Немножко Краби Вторая Эволюция Да тут гаски Вторая эволюция поли... Ой-ой, не-не-не-не-не Не застревай в стене Вторая эволюция поливага Кстати, он у нас есть, как я помню Поливиру Как-то он так называется Ну потом, в смысле, я думаю, мы будем его иметь Так как прокачаем нашу первую эволюцию Поливага И получим Поли вот этого Так Сейчас Действительно, мы нашли какой-то материк Ну, в смысле, не материк Переплыли немножко В океан Вот этот фарфетч Или как он там называется Капут, он сильный? В смысле, капут не капут, но действительно Очень сильный О, Пикачу, Пикачу, Пикачу 41 уровень Да ты чё, вообще с дуба рухнул, Пикачу Как Пикачу может быть в 41 уровне? Ну, хотя в какой-то степени может, конечно, быть, но Вот, 34 уровень, более-менее Сейчас мы его убьем Извини, Пикачу, но ты уже у нас есть Даже не ты, а вторая твоя эволюция То бишь, Райчу Так что, Пикачу, Пикачу, Пикачу Сейчас мы тебя Убьем Извини, конечно И прокачаем Наших вторых покинутных Как бы других И тебя, в принципе, тоже можно Ты тоже большой уровень Главное, чтобы он нашего через ада не убил Хотя я думаю, что не убьет И Да, мы его убили Вот так, можно? Да Отлично Так, действительно, какую-то мы новую локацию Ну, в смысле, не новую локацию А новую территорию нашли Через море Переплыли Или океан Или море В принципе Так Пустыня Пустыня Это же пустыня Но я думаю Мы тут ничего не найдем Потому что это же пустыня Ой, что ты Что ты глючишь так? В принципе, да Прогружается, конечно же Я так думаю Так Тут мы еще Конечно же, не были Так что Сейчас Я думаю Я не знаю Не знаю Где мы будем строить наш дом Но я думаю Сколько там Наш дом К нашему дому Километров Но сейчас пока что не видит Так как Второй вейпоинт Там загрожает Где-то 3000 километров И 700 метров Вроде Как я заметил И так что Я думаю Мы отойдем От нашего дома Где-то На 5000 километров Если чуть-чуть Не больше О, кстати О, еще один магмор Там Зимная биома Еще там Два магмора Там Зимняя биома А если повезет То в зимнем биоме Мы найдем Как он называется Ледяной камень И превратим Наконец-то уже Нашу Иви Да, спасибо Что ты напал Я бы, конечно И сам на тебя напал Но хотя ты Очень большой уровень Сейчас ты еще Нашего шаризарда Забабахаешь Конечно Вот это О чем я вообще говорил Спасибо И что мне сейчас делать Фу Спасибо Джира 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 Джирафарич Или как ты там Называешься Ты действительно Очень сильный Мне этот покемон Нравится Не считая то Что у него Даже эволюции Нету Это Не очень-таки Радует У него Вот это Одна эволюция И все Ну Прикольная Тоже эволюция Такая жирафа Сзади Другой цвет И хвост Как будто Еще один Какой-то Как это сказать Покемон Ну в смысле Другая голова Так Сейчас 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 Мы наверное Пойдем В зимний биом Я думаю И на этом Уже можно Заканчивать И у меня Еды вообще Нету О Фу Сейчас мы Короче Дойдем К поки центру И там Переночуем Можно так сказать Отдохнем Да Кстати Наша Квилава 30 уровень Я не знаю На каком Она уровне Эволюционирует Свою следующую эволюцию Также Наш Чикарита Прикольно Вообще Такое имя Которое было Не помню 11 уровень 12 Мы его прокачали В ее следующую эволюцию Это Бай Лив И В принципе Еще не знаю Сколько там уровней осталось Но Потом Прокачаем ее Еще в одну эволюцию В смысле У нее еще Еще одна есть Так же как и у Квилавы Квилава Да Вот это вообще Красивый Покет центр В зимней биоме Я не знаю Как они его Додумали сделать Но он действительно Очень красивый Вот Сейчас мы вот так Спустимся Смотрите На эту красоту И отдохнуть Тут можно И покемонов Вылечить тут можно И покемонов С компьютера Забрать можно И И что еще можно На втором этаже Там вроде Трейд машины Да Да Итак дорогие друзья Вот сейчас мы будем умирать Так как у нас Еда кончается Хотя вот что я сейчас Попробую сделать Это Удалить вот это Удалить Вот это Поставить новый Вейпоинт Телепортнуться Быстренько домой Пошариться В сундуках О Нифига себе Сколько у нас хлеба Ух Отлично 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 Я даже Не Я даже забыл Что у нас вообще Хлеб есть А Вот что же у нас Еще есть У нас же тут Картошка уже Полностью выросла А Ну это В принципе Не нужно было Ну хотя И так Заберем это Все сейчас Посадим все заново Эту картошку Что сейчас Мы Забрали Поставим Конечно же Жариться Так Вот 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 так Все отлично Идем домой Ставим Картошку Жариться Отлично Пусть картошка Жарится Итак Дорогие друзья Я думаю На этом уже Можно закончить Я думаю В принципе В следующем эпизоде Я уже Хотя бы Постараюсь Найти Какой-то Более-менее Уютный Место Для того Чтобы Начать Делать Тебе дом И в принципе Все Дорогие друзья Если вам понравилось Если вам нравится То В общем То что я продолжил И начал новый сезон С пиксельмоном С новой версией И Ставьте лайки Ставьте большие пальцы вверх Подписывайтесь на мой канал Всем себя за просмотр Всем удачи И всем пока Пока